Ваш муж будет любить вас и сдувать с вас пылинки Мы будем говорить сегодня об удивительной паре Это, пожалуй, одна из самых романтичных историй любви людей, которые вместе вот уже 33 года Рок-музыкант Синг, секс-символ и мультимиллионер Не дарма его имя перекладывается как жало Лиричные рок-балады, проникливый взгляд и голос этого лавеласа Вжалили не одно женское сердце Даже шлюб с первой дружиной Френсис Симулті не стримовал его от незлеченных романей Но все изменилось, когда в 30 лет Стинг встретил непоказную 28-летнюю труду Она не была красной от природы И до того же, на згадку про перенесенную в детстве травму, в ней на обличке лишился пометный шрам Ихни спильные знакомые были шокованы, потому что официальная дружина Стинга была настоящей красной За ради труди он покинал дружину Прошел курс избавления от алко- и наркозалежности И завязывал с романами на стороне Николи бы не подумал, что смогу обмежить свою пристрасть одной человекой Разом подружие уже 33 года У них четверо детей, и их шлюб считается зразковым в Голливуде Как труди Стайлер удалось этого досягти, узнаете просто сейчас Стинг всегда был успешен, но образ жизни Стинга очень изменился, когда он встретил свою жену Труди Стайлер Я увидела фото Труди Вы можете тоже посмотреть сейчас Я представляла жену Стинга по традиции какой-то очень молодой моделью Которая вот сейчас принята, когда взрослые мужчины женятся на 20-летних девчонках Я была удивлена, что его жена и он живут уже 33 года вместе Труди Стайлер на 2 года младше своего мужа По словам Стинга, то, что произошло, когда они встретились, было действительно удивительным Вот что сказал один из друзей Стинга и Труди об их паре Когда в начале их отношений Труди говорила У нас так много общего Все очень удивлялись Рок-певец, повеса, который выкуривает перед каждым концертом косячок А после выступления употребляет тяжелые наркотики И актриса, которая ведет здоровый образ жизни и увлекается йогой Что общего между ними может быть? Но прошло несколько месяцев, и ее слова стали становиться правдой Стинг сам начал говорить о том, что у них с Труди много общего Но все, кроме него, замечали, что он скорее стал походить на Труди Увлекся йогой, прошел курс избавления от наркозависимости Теперь у них и вправду Много общего Они практически неотделимы друг от друга Но это полностью заслуга Труди Сегодня мы как раз и раскроем пять секретов Которые помогут всем женщинам сделать свой брак более крепким А тем женщинам, у которых нет отношений Завоевать сердце мужчины своей мечты Мне кажется, что все дело в ее особом стиле В том, как она сохраняет интерес своего мужа вот уже столько лет И первый секрет, который применяет жена Стинга Она выдает желаемое за действительно Она так тихонько нашептывает ему То, каким бы она хотела, чтобы он был Как будто бы он таким уже является Она ему внушает тихонечко то, что ей бы хотелось видеть в своем избраннике Я себе это представил Ты не веришь в то, что Труди смогла... Ну, я считаю, что она спасла Стинга Она, в принципе, производит впечатление сильной женщины А Стинг слабак, да, если посмотреть? Ну, мне кажется, что на тот момент Стинг мог быть слабаком на самом деле Потому что человек, который находится в зависимостях различных Он достаточно слаб И легче поддается воздействию Если, как бы, правильный человек видит слабые места То она вполне могла этим воспользоваться Она не сказала ему Ты должен бросить наркотики и заниматься йогой Это полезней Она каким-то волшебным образом Вложила мужчине свои мысли в голову Как ты думаешь, ей это удалось? Ну, она могла показать ему альтернативы Или-или Что будет в этом случае, то и будет в этом случае Ну, это детей так воспитывает Ну, мужчины — это маленькие дети Да, да, да Мы точно маленькие Ну, конечно Я считаю, что это работа обоих Женщина может быть мудрая, великолепная Но если мужчина не любит, он не услышит Любовь, конечно, была между Стингом и Труди Потому что до встречи с ней он же был женат Не знаю, счастлива или нет Но Труди, будучи подругой его первой жены Не сразу вообще соглашалась на отношения Стингу Нужно было добиваться ее И он это сделал наверняка потому, что полюбил То, что Труди произносила все время фразу И это замечали окружающие Как много у нас общего Выдавая желаемое за действительное, Наташа об этом сказала Это какой-то способ перепрограммировать мужчину Дело в том, что у каждой женщины есть вот эта вот возможность На этапе, когда мужчина в ней заинтересован Когда ему хочется завоевать ее сердце Он более податлив Мне кажется, что Труди, она просто очень хорошо воспользовалась ситуацией Его заинтересованности И в этот момент просто вложила ему те идеи, которые ему нужны У меня вот есть такая история в моей семье У меня брат имел первый брак И он так к ребенку относился не очень серьезно Потому что это был ранний брак Как бы, знаешь, погулять хотелось И когда моя вторая невестка забеременела Я сказала, Леночка, ну как вы будете? Он же не очень такой хороший отец Не очень заботливый И она сказала, все будет в порядке Я думаю, какая наивная женщина Ничего у нее не получится Когда родился второй племянник Она провела такую подготовку Она, ты знаешь, дорогой, вот только ты идешь Он уже слышит твои шаги Он без тебя уже не может заснуть Вот как он тебя любит Как ты на него похож Как он на тебя похож Вы же самые родные люди Вот она настолько внушила ему Что быть отцом это классно Что в результате он стал очень трепетным отцом И по отношению ко второму ребенку И по отношению к первому То есть женщина, она способна действительно Творить чудеса сердцем мужчины Грамотно, грамотно Согласен, вот это толково Вот это правильный подход Конечно Итак, первый секрет о Труде Сталер звучит так Программируйте свое будущее через слова Доказательство того, что чувства в этой паре по-прежнему сильны Слова Стинга Он говорит о Труде Труде редко грустит Но когда она бывает грустной Я готов перевернуть мир Только бы увидеть ее улыбку Это для меня сигнал, что что-то не так Где-то я перегнул палку Я ведь знаю, что у меня чудовищно сложный характер Труде героически с этим мирится И я ей благодарен Но если она молчит и грустит Я серьезно прокололся И тогда уже мне нужно догадаться В чем исправить ситуацию Если моя жена молчит Значит, в воздухе, ну, витает опасность Пахнет керосином Да, да В этом смысле самое сложное, конечно, это когда Ты пытаешься выяснить Что-то произошло И звучит это фантастическое, неожиданное Ничего И ты понимаешь, что Но я уже научился различать В этих ничего есть 25 оттенков В которых я понимаю Это связано с кухней 25 оттенков ничего Ничего, да Это связано с личным отношением Но есть таких сложных 10 ничего Которые я Не научился еще пока Ну и есть самое это Это которое вообще ничего То есть, которое самое То есть, сразу ясно, что вообще ничего На выдохе вот Да, да Потому что ты пытаешься выяснить А что, нет, ну, в самом деле Что-то произошло, ничего Секрет Труде состоит в том, что Она не молчит А говорит о том, что ее расстроило То есть, она не держит своего мужа В напряжении А такие женщины существуют? Которые говорят сразу проблему? Труде Стинг, ты счастливчик Я уверена в том, что никому неприятно Ни мужчине, ни женщине Когда с ними не разговаривают Во время конфликта Жена Стинга умудрилась Не кричать на него Не обвинять его ни в чем Но когда он спрашивает, что случилось Отвечать на его вопрос Спокойно, ровно Объясняя, что ему нужно изменить Для того, чтобы ситуация разрядилась Это просто невероятно правильно Ты чувствуешь, что тебя слышат И с тобой готовы Идти в диалог Тут важно еще В какой форме это подавать Я считаю, что все-таки Если мужчине заявлять с позиции Ты мужчина, ты должен Все вот должен У меня сразу Вызывает такую реакцию Когда поставить в такую позицию Что если ты сделаешь Ну ты крут, ты мужчина Я думаю, что именно в этом случае Она нашла вот Правильный язык Правильные действия Для того, чтобы Стинг сам захотел измениться Руди никогда не кричит Не устраивает скандалов Не ставит ультиматумов Она печалится То есть она выступает В роли ведомой Дает возможность Своему мужу о ней позаботиться Проявить к ней внимание И когда он спрашивает ее о том Что же ее все-таки расстраивает Она ему говорит Что вот если бы вот это изменилось Я была бы намного радостнее И конечно же ему хочется Чтобы его жена Как и любому мужчине Улыбалась Поэтому он вот в такой мягкой форме Получает от нее замечание И соответственно реализует ее желание Второй секрет Руди Стайлер Заключается в том Что она объясняет причины Своего недовольства мужчине Она не скрывает свои чувства И всегда готова к диалогу Прежде чем мы продолжим Я предлагаю выпить по чашечке Ароматного кофе Но это еще не все восторженные отзывы Стинга О его супруге Вот что еще он рассказывает Я снимаю шляпу перед Труди Я восхищаюсь ее способностью Управлять нашей семьей Словно маленьким государством Она создала столько традиций Которые со временем Стали очень дороги для меня Например Мы никогда не расстаемся Дольше чем на 10 дней Где бы каждый из нас не находился Через 10 дней Мы находим способ поужинать вместе Когда в рабочем хаосе Бесконечных дел Вдруг видишь дорогие лица Которые счастливы видеть тебя Которые привезли тебе вкусный ужин Вот это и есть счастье В этот момент я понимаю Что не променяя свою семью Ни на что В семейной традиции Это очень важно Потому что это то Что помогает сохранить тепло В отношениях И Труди Как истинная женщина Заботится о том Чтобы их расставания Не были слишком долгими Чтобы они не выпадали Из жизни друг друга И вместе с этим Она свой контроль По отношению к мужу Проявляет не в ультимативной форме Не в форме претензий А в виде заботы То есть она маскирует Контроль под заботу И таким образом У него нет ощущения Что он сын своей жены У меня по этому поводу Есть история У меня друг, актер Не буду называть фамилию Вот он дважды был в браке В первом браке Он там улетает на съемку Жена Он говорит Поехали со мной Она ну хорошо Поехали Приезжает Вот она с ним Приходит на съемочную площадку Там ему надо переодеться Повторить текст Она как-то его Все время отвлекает Это действительно адские Очень трудные испытания Потому что Когда ты должен На работе быть Ты должен быть на работе Потом в следующем браке Тоже жена поехала с ним Там на съемки Она оставалась дома Она не приезжала с ним На площадку А он после смены Заезжал за ней И они могли поехать Где-то поужинать Он говорит Самое важное для меня Что находясь даже вне города Где я привык быть Вне дома Я все равно остаюсь Со своей семьей Потому что мы вечер Проводим с моей женой Третий совет От Труди Стайлер Это маскировать Контроль под заботу Исходя из этого Вместо того Чтобы спрашивать Своего мужа Во сколько ты будешь А где ты сейчас находишься А с кем ты А когда ты вернешься домой Труди спрашивает К какому времени Тебе разогреть ужин То есть она узнает Когда он планирует домой Но в то же самое время Она не подчеркивает Что она переживает Что что-то там не в порядке И что она хочет Его проконтролировать Это прямо таки В точку Меня касается Я очень не люблю Такие праздные вопросы Куда ты идешь И когда ты будешь Когда они не привязаны Никакому контексту Наверное Некий контроль хорош Но он должен быть В другой форме Стоит его маскировать Под какие-то реальные действия Все в первую очередь Строится на доверии То что у Стинга И Труди Полноценные Гармоничные отношения Вот доказывает Следующий факт Снова Стинг Рассказывает О своей жене Спустя 33 года Говорят с годами Страсть проходит Меня всегда пугало Это выражение Но в какой-то момент Я понял Что нам С Труди Это не грозит Даже спустя 30 лет Особое место В наших отношениях Занимает секс Говорит Стинг Нам в Труди Не бывает скучно А время проведенное В разлуке Лишь разжигает Нашу страсть Это все потому Что в нашем случае Секс это не сам процесс И удается волновать Меня все время Даже просто держа за руку Мы занимаемся Тантрическими практиками А это не просто Секс на 15-20 минут Это духовная связь Это родство душ Мы работаем Над этим все время Но это себя оправдывает Даже находясь На другом краю земли Я чувствую нашу связь И она также Чувствует Меня Ты знаешь У меня такое ощущение Что Труди Она в принципе Волшебница Она так хорошо Обработала Напильничком Его мысли Она поняла Что некий контроль Для того Чтобы не было отношений На стороне Он необходим Но вместо того Чтобы сказать им Ультимативно Что если я узнаю Про какие-то связи На стороне Мы с тобой разведемся Она вот создала Такую легенду Что у нас Космическая связь Что мы друг без друга Не можем Что самый лучший секс Возможен только со мной И самое главное Это то Что эта женщина Сохраняет Вот этот теплый контакт Такой Который Происходит у пар На первом этапе знакомства То есть она стремится К тому Что они все время Держались за руки Чтобы они Ну не теряли Вот эти вот нежные отношения Которые Как правило На первом этапе отношений Очень легко происходят А через 30 лет Это как бы уже Не всем интересно Я поддержу Наташу Даже банально Держаться за руку Это действительно Дорогого стоит Я знаю многие мужчины Там не любят ходить За руку с женщиной Мне кажется Это важно Потому что Чем дольше Вы будете Сохранять контакт Тем теплее Будут ваши отношения Четвертый совет О труде Стайлер Телесный контакт Укрепляет Духовную связь Мы еще не говорили Про пятый Но из всех четырех Советов Я считаю Что это самый важный Для меня Самый близкий Никогда не стеснялся И на публике И не на публике Просто взять Девушку за руку Но есть еще один секрет Жены Стинга Благодаря которому Ей удается оставаться Такой же желанной И любимой Спустя 33 года После встречи Я помню день Когда увидел ее первый раз Шрам на лице Ее совсем не портил Скорее она была похожа На раненого ангела Я подошел к ней И сказал какую-то глупость А она развернулась И ушла И от нее в воздухе Остался только нежный аромат Джасмина Который так быстро таял Вместе с моей надеждой Обладать ее Она была такой недоступной И гордой И свободной И эти чувства Оживают во мне Всякий раз Когда она входит в комнату И воздух наполняется Ароматом Джасмина Я ни с чем не перепутаю Этот запах И никогда не перестану Любить свою жену В принципе Вот мужчин Таких творческих Профессий Нужно направлять В то же самое время Она держит его в рамках Ни жестким контролем Ни упреками Ни чувством вины А держит тем Что она в нем Воспламеняет чувства Поддерживает эти чувства Сохраняет этот очаг И я знаю, что у Труди Есть такой секрет Она до сих пор пользуется Тем ароматом Который впервые Услышал стинг Когда они познакомились Когда они познакомились И Труди Стайлер Раз в неделю Использует аромат Аромат Джасмина Который впервые Услышал от нее стинг В день их знакомства Когда она была для него Недоступной И она с помощью этого аромата Подчеркивает Что ты всегда можешь Меня потерять Когда мужчина Ее завоевывал Вот что фактически Она ему напоминает Что она его добыча И это нужно отстаивать Тут дело не сколько в запахе Сколько в самом подходе Вспоминать о каком-то таком моменте Который был в самом начале отношений Дело не только в духах А дело в любом предмете Либо в любой ассоциации Которую можно вызвать у мужчины С помощью какого-нибудь предмета Либо аромата Либо места встречи Но самое главное Что делает Труди Стайлер И в чем ее пятый секрет Это в том, что она освежает отношения Напоминанием о том Когда они впервые встретились И каждой женщине важно вспоминать На что мужчина отреагировал Может быть ему понравилась прическа Может быть ему понравилась какая-то фраза Может быть интонация И вот с помощью вот этих маленьких секретиков Маленьких нюансов Напоминать мужчине о первой встрече Я абсолютно согласен с Наташей Вот даже у нас с женой Годовщину мы будем проводить В Стамбуле Где у нас было первое Романтическое еще до свадьбы Вот где мы Вот в этом качестве Мы там летали Поэтому в Стамбулу Были счастливы Ну правда же Это будут освеженные воспоминания Мы даже думаем Что может быть Мы в тот же отель поселимся Просто чтобы вспомнить Тонкое состояние Я считаю, что прекрасный совет Действительно Мой хороший друг Сделал предложение в Париже своей жене В Гранд Кафе И вот они теперь Стараются хотя бы каждый год Там быть Поужинать А тем более Это был Пождество или Новый год И вот они стараются каждый год Эту традицию сохранить Это работает То есть это дает им новый заряд Каких-то ощущений Эмоций И такое ощущение Как будто заново начинают Ну вот эти примеры Это, пожалуй, совмещение Этого секрета Воспоминания И секрета семейных традиций Когда люди точно знают И самое главное Эти секреты в труде Помогают сохранить И взаимную любовь С которой у них все начиналось Чего я искренне и вам желаю Спасибо огромное, друзья Что поделились опытом Привет, YouTube Тебе понравилось это видео? Тогда оставляй комментарий И делись им со своими друзьями А еще подписывайся на наш канал И ты узнаешь обо всем первым Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!